МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Вечная память. В Караганде открыли памятник героям-чернобыльцам. Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 30 лет назад. Новоселье в честь Дня Конституции. Акимобласти вручил карагандинским семьям ключи от новых квартир. Мир без войны. По таким лозунгам в Караганде провели акцию Ахурамал, посвященную закрытию Семипалатинского ядерного полигона. Основной закон страны дает всем казахстанцам равные права. Об этом говорили участники мероприятия в Доме дружбы, посвященного Дню Конституции. Круглый стол Азат Ельден Арнамса Атазан провел Акимобластью Нурмухамбет Абдебеков. В холле Дома дружбы была организована красочная выставка, где была представлена ручная работа. Посетители могли не только посмотреть, но и приобрести себе изделия из кожи, посуду и различные аксессуары. Мероприятие открыл глава региона. Он отметил, что в нынешнем году отмечается 25-летие независимости. За четверть века страна добилась значительных успехов по всем направлениям. Гарантом в этом успешном будущем является, конечно, наш пословной закон Конституции Республики Казахстан. Только в нашей Аргангельской области действует 1121 организация образования, которая нашли в реализацию права на бесплатное среднее образование. Гарантированной бесплатной медицинской помощи оказывают 73 государства, 209 частных медицинских организаций. Ежегодно проводятся более 700 тысяч процентрических исследований, на что в этом году из бюджета выделено 462 миллиона. Главная цель мероприятия – это укрепление в общественном сознании роли и значимости Конституции, заявляют организаторы. О ведущей роли Конституции в формировании государственности и демократических институтов говорили участники «Круглого стола». Профсоюзные организации страны и нашей области стоят на страже интереса всех трудящихся, независимо от возраста и пола, профессии и социального статуса. Профсоюз успеха за исполнением трудового законодательства и на деле защищает безыгранную основу Конституции Республики Казахстан – право на свободный труд. Я в детстве мечтала заниматься полной борьбой, и у меня не было никаких препятствий. Но я двигала любовь к своей стране, желание повредать этой минировой страны, и это желание реализовалось. Я буду делать все, чтобы повредать в дальнейшем, ведь для нашего, для нашего, нашего, нашего делаем все. Прозвучали разные мнения, но все они сходились в одном. Конституция – это построение демократического и правового государства. Основной закон государства был принят на общенациональном референтуме 30 августа 1995 года и отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства. Высшими ценностями объявлены человек, его жизнь, права и свобода. В завершении мероприятия Акимобласти вручил благодарственные письма. А сердце Замбаева, Исламбекас, пан Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Караганде открыли памятник героям-чернобыльцам. Автором стелы является архитектор Игорь Баграмов. В церемонии открытия принял участие Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире, авария над Чернобыльской атомной электростанцией произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Мечту о памятном мемориале карагандинские чернобыльцы вынашивали давно. Дело сдвинулось после того, как ликвидаторы аварии побывали на личном приеме у Акимобласти Нурмухамбета Абдебекова. На градостроительном совете рассмотрели два эскиза памятника. По итогам обсуждения было принято решение об утверждении архитектурно-скульптурной композиции Игоря Баграмова. Подиум вот этот идет, это как вот какое-то сопротивление, это и черный, и белый, и вот этот треугольник, он как соприкасается, как борьба какая-то. Сзади, с обратной стороны, мы сделали панно. Панно музейного плана. Панно рассказывал вот эти фотографии, которые были сделаны там, непосредственно в Чернобыле. И мы их здесь сделали из гранита, высекли, и они такого как бы такого парково-музейного плана. Памятник героям-чернобыльцам установили в Парке Победы. Высота стелы 10 метров. При возведении мемориала использованы казахстанские стройматериалы. Стоимость проекта 35 миллионов тенге. Ветеранам памятник понравился. У нас осталось всего где-то в Карагандийской области, где-то около 700. Приблизительно 700, но это совсем мало считается. Некоторые сейчас болеют, некоторые сейчас инвалиды, больше половины на работу не может ходить. Так что мы благодарны нашему акимату, государству, что он нам поставил такой огромный памятник. Территория вокруг памятника обустроена скамейками, установлено дополнительное освещение. В этом году исполнилось 30 лет со дня аварии. Открытие мемориала также приурочили ко Дню Конституции. Собравшихся поздравил Акимобласти Нурмухабет Абдивеков. Памятный знак, память о тех, кто пожертвовал своей жизнью здоровьем. Мы преклоняемся перед светлой памятью погибших. Выражаем слова искренней благодарности всем участникам тех трудных дней. Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия вам, вашим семьям. Пусть этот памятник напоминает всем последующим поколениям о том мужестве, которое проявили участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На церемонию собрались ветераны-чернобыльцы, а также их потомки. На ликвидацию аварии на Чернобыльской атомной электростанции из Казахстана было направлено порядка 600 тысяч человек. По последним официальным данным, в настоящее время в Казахстане осталось всего более 6 тысяч ликвидаторов аварии. В Караганде их около 700 человек. На набережной Центрального парка карагандинцы с размахом отпраздновали День Конституции. Для гостей был организован красочный концерт, где на протяжении всего вечера свое мастерство демонстрировали творческие коллективы города. Конституция – важнейший атрибут государства, но ценность ее определяется не только содержанием, но, что еще важнее, практической реализации. Праздничный концерт мог посетить любой желающий. Программа мероприятия была рассчитана на целый день. Торжество открыли хореографической композиции детских коллективов. В завершение юные артисты выпустили в небо множество воздушных шаров. Затем сограждан поздравил с праздником Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Он отметил, что Конституция является истоком всех побед и достижений казахстанцев. Дорогие земляки, нынешний год ознаменован юбилейными датами. Мы будем отмечать 25-летие независимости Республики Казахстан, 80-летие Карагандинской области. За этот период сделано немало, однако впереди нас ждут новые большие дела. Праздник продолжился конкурсом «Тебе, пою, Караганда». На протяжении дня жители шахтерской столицы ждали еще множество сюрпризов. В завершении праздника состоялся молодежный рок-фестиваль. А сердце Замбаева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. День Конституции особенно запомнился 15 карагандинским семьям, которые получили ключи от новых квартир из рук Акима области Нурмухамбета Абдебекова. 30 августа глава региона торжественно сдал в эксплуатацию жилой комплекс «Жануя», в котором 216 квартир, 106 из них предназначены очередникам. Новоселы получили заветные ключи от квартиры из рук Акима области. Он лично поздравил счастливчиков и пожал им руки. Семья Эльдара Косенова отметила в этот день тройной праздник – новоселье, день бракосочетания и день Конституции. В первую очередь всех поздравляю с праздником. Спасибо нашему государству Акимату, что выдают квартиру. Долго ждали этого дня. Сегодня по счастливой случайности у нас три праздника. День Конституции, выдача квартиры. Это семейный праздник и день свадьбы. Спасибо всем. Новый комфортабельный жилой комплекс построен в рамках государственной программы развития регионов 2020. Глава региона отметил, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве разработал государственную программу жилищного строительства. Эти дома построены по программе, которую инициировала глава государства. Создает условия эта программа доступного жилья для наших граждан. Это новые механизмы, новые программы. Конечно, в большей ответственности и вся ответственность ложится на самих жильцов. Но для того, чтобы им создать эти условия, государство эту программу разработало. Жилой комплекс Жануя расположен на проспекте Шахтеров. Это два панельных девятиэтажных дома. Площадь жилых помещений составляет более 16 тысяч квадратных метров. Айом Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Будет и на нашей улице праздник, говорили жители улицы Волочаевская. Яркую детскую площадку построили инвалиды. Много народу собралось в новом благоустроенном дворе. Лавочки, качели, горки, песочницы и многое другое появилось у жителей. Аким области Нурмухамбет Абдебеков посетил новый двор и пообщался с жителями. Большое благодарность за то, что вы сделали радость этим детям и молодым мамам. И тем, которые вот такие старики с внуками, нам не это любовь сделали. Упорный труд инвалидов общественного объединения ТОО «Ассар» не оставил никого равнодушным. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков пообщался с детьми, которые уже играли на детской площадке. Ребята были довольны и выразили искреннюю благодарность. Аппарат Акима района Козыбек-Би является администратором программы благоустройства и озеленения населенных пунктов, в рамках которой проводится комплексное благоустройство дворовой территории по улице Волочаевская, 39. Данный дом является участником республиканской программы развития регионов до 2020 года. От жителей Волочаевской и от имени семьи Бакизова выражаю искреннюю благодарность руководству работников Козыбек-Биевского Акимата за благоустройство нашего двора. По данной бюджетной программе заключен договор с подрядной организацией на благоустройство дворовой территории по улице Волочаевская, 39. Все это обошлось в сумму более 50 миллионов тенге. Подрядчики справились вовремя. Жители рады новой площадке. Здесь мы участвовали в общественном объединении инвалидов общества АСАР, где основные работники это инвалиды второй и третьей группы, благодаря чему они имеют работу. Это было постановление правительства для того, чтобы по программе занятости, чтобы инвалиды второй и третьей группы имели возможность работать, проявить себя в благоустройстве и развитии нашего города. В проекте комплексного благоустройства было предусмотрено асфальтирование с устройством гостевых карманов, замена бордюров, установка современных комплексов детских, игровых и спортивных площадок, высадка деревьев и газонной травы. Также для безопасности и охраны общественного порядка во дворе установили камеры видеонаблюдения. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. На праздничном мероприятии в Центральном парке состоялось вручение дипломов и награждения от Акима города Нурлана Авбакирова. За активную гражданскую позицию и вклад в социально-экономическое развитие города отмечены были работники пера и микрофона. Благодаря печати, телевидению, радио и интернета население имеет возможность разобраться в насущных проблемах и сложных процессах, происходящих в жизни, узнать о деятельности органов государственной власти. СМИ в нашем городе всегда оставались компетентным и добросовестным источником информации, чутко реагирующие на все происходящее, отметила Аким города Нурлана Авбакиров. Высокой наградой признания со стороны пресс-службы Акимата города узастоились 11 коллективов средств массовой информации среди награжденных и сотрудники телерадиокомпании «Первый Карагандинский». Награждается коллектив общественного интернет-телеканала 101TV.kz Кроме того, орденом Парасад и статусом почетного гражданина города награждена Рымбала Омар Бекова. Она внесла немалый вклад в культурное развитие шахтерской столицы. После церемонии награждения праздничный вечер продолжили творческие коллективы города. Желающие могли также посетить фотосушку, где были представлены фотографии на тему «Мой дом, моя судьба, мой Казахстан». На фотографиях жители города смогут увидеть фотоматериал, на котором изображены 25 достижений нашего Казахстана за годы независимости. Данная акция проводится уже третий год подряд и приобретает глубокий интерес у жителей города к отображаемому материалу. Главная цель акции «Фотосушка» – формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения. Всего акцию посетили около 500 человек. Асель Сазамбаева, Жакслык, Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. «Мы за мир без войны» – этот лозунг стал определяющим на митинге, посвященном 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. У памятника жертвам политических репрессий прошла акция «Ахурамал». Лариса Хусаинова с подробностями. «Ахурамал» в переводе с казахского – «белый платок». В истории казахов имеет глубокое философское значение. Это древние обычаи примирения. Когда женщина обнажает голову и бросает свой платок между конфликтующими сторонами, ссора должна остановиться. «Люди в белых этих платочках «Ахурамал» так красиво выглядят, что я желаю всем, чтобы наше не было такое же, было безоблачное, белое, белоснежное над нашими головами. И чтобы мы были только всегда приветливы, дружны, любимы. Желаю всем мира и согласия». На четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне глава государства Нурсултан Назарбаев озвучил манифест «Мир. 21 век». Акции «Ахурамал» проходят по всей республике. Одна из целей мероприятия – продвижение манифеста президента. «Мы собрались в поддержку мирных инициатив лидера нашей нации Нурсултана Абмищича Назарбаева, которые отражены в манифесте «Мир. 21 век». Как отметил глава государства, мой манифест «Мир. 21 век» продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, которым предстоит жить и работать в 21 веке». Консолидация всех граждан страны вне зависимости от этнического происхождения, социальной, религиозной или иной принадлежности. Главное – сохранить мир и единство. Эта мысль проходила красной нитью о выступлениях каждого. «Трагедия Семипалатинского полигона – общая трагедия нашего народа. Страдания многих поколений, перенесших ядерный ужас и его последствия, болью отозвались в каждом нашем материнском сердце. По инициативе нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы первыми в мире закрыли ядерный полигон. Тем самым Казахстан заложил новый моральный стандарт доверия в международной политике». 29 августа 1991 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский полигон. Так был положен конец испытаниям советского ядерного и водородного оружия, почти полвека терзавшим взрывами казахстанскую землю и наносившим колоссальный ущерб природе и непоправимый вред здоровью людей. Лариса Хусейнова, Жаксулт Нуртай, Александр Стерикидзе, Первый Карагандинский. 1 сентября в 10 утра во всех школах Караганды пройдут торжественные линейки. Уже с этого года первоклассники перейдут на 5-дневную учебную неделю. Они будут учиться с 1 сентября по 1 июня, а переход на 5-дневку связан с обновлением учебной программы. Какие новшества ожидают школьников, выясняли наши корреспонденты. Нынешние первоклассники станут первопроходцами. Они будут учиться 12 лет. Учителя Карагандинского региона уверяют, что готовы к переменам. Новые учебники основаны на программах Назарбаев интеллектуальных школ. Главная идея – развитие в детях функциональной грамотности. Новая система оценивания, которая полностью отличается от традиционного оценивания, так называемое критериальное оценивание. Ну и также важно сказать, что теперь ученики будут обучаться по единому учебнику, главной особенностью заданий которого является направленность на практику ради формирования функциональной грамотности. В первых классах будут введены новые предметы – введение в науку информационно-коммуникационные технологии. Предметы труд и рисование объединят в ИЗО и частично в предмет музыка. Также большое внимание будет уделено изучению английского языка. По поручению главы государства к 2020 году все технические и медицинские специальности вузу перейдут на английский язык обучения. А с 2019 года планируется внедрение преподаваний физики, химии, биологии и информатики на английском языке десяток-одиннадцатых классов. Внедрение будет поэтапным по мере готовности учителей и самих школьников. В преддверии Дня знаний педагогов поздравил Аким города. Нурлана Убакиров вручил почетные грамоты заслуженным учителям Шахтерской столицы. Двум педагогам, кроме грамот, вручили ключи от квартир в микрорайоне Жануя. Пять организаций образования получили сертификаты на посещение выставки Экспо. Уважаемые педагоги, я не сомневаюсь, что каждый из вас осознает всю важность стоящей перед нами задачи и готов к предстоящему преобразованию и новым требованиям в современную действительность. По данным Министерства образования, 1 сентября за школьные парты сядут более 366 тысяч детей в возрасте 6-7 лет. Малыши будут заниматься по единым учебникам. Критерии оценки тоже изменятся, обещают педагоги. Охрана жизни человека и безопасность дорожного движения – все это приоритеты сотрудников правоохранительных органов. Лучших работников областного департамента внутренних дел наградили дипломами, нагрудными знаками и благодарственными письмами. Ерлан Нагиманов работает в городе Тимирта в старогородском отделе полиции. Службу начинал в 2003 году на должности помощника участкового инспектора полиции. За это время нелегкой работы были и хорошие, и плохие моменты. Но, несмотря на сложности, Нагиманов гордится своей профессией. За свои заслуги он уже получал различные дипломы и благодарственные письма. Каждая подобная награда имеет большую ценность для Ерлана Сериковича. Сегодня прибыл в ДВД области для поощрения грамоты правами начальника ДВД Корректор Алинарской области. Поздравляю всех коллег, желаю всех благ, успехов, а также всех казахстанцев с Днем Конституции. Сотрудников правоохранительных органов поздравили в значимый для Казахстана праздник. В День Конституции лучшие работники ДВД Корректор Алинарской области удостоены наград по приказу Министерства МВД Республики Казахстан и начальника областного департамента внутренних дел. Уважаемые коллеги, в наш адрес поступило поздравление от имени министра внутренних дел генерала-полковника полиции Касымова Мухабет Мухабет Мухабетовича. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира, успехов в службе и на благо нашей Республики Казахстан. Подписал министр Касымов. АПЛОДИСМЕНТЫ Новенький школьный рюкзак пришелся по душе. В нем есть все необходимое – карандаши, фломастеры, красочный альбом и даже пенал. Девочка рассказала, что в сентябре ей исполнится 10, и это самый лучший для нее подарок. Маленькая Настя мечтает стать медсестрой. У меня есть еще сестра, я надеюсь, ее тоже дадут. Мне очень понравилось, красиво. А какие предметы тебе нравятся в школе? В школе математика, потом английский, русский и рисование. И все уроки. АПЛОДИСМЕНТЫ Школьные иранцы получили порядка 40 малышей. Мальчики были в восторге от рюкзаков в виде спортивных машин. По словам организаторов акции, аналогичные подарки вручат еще нескольким семьям. И традиционная наша дорога в школу – одна из важных направлений нашей партийной работы. Особенно проводилось специальное мероприятие акции, направленное на социальную адаптацию детей и сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии в получении образования, трудоустройства. Кроме подарков, нуротановцы из числа бизнесменов практикуют открытие накопительных счетов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства. Все желающие могут также помочь школьникам получить высшее образование, пополнив их депозит. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала Амасова Ломастер. Субтитры создавал DimaTorzok